Гнотисе Аутон. Познай самого себя. Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Цетлин Виктор Ионович, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий отделом молекулярных основ нейросигнализации Института биорганической химии имени академиков Шемякина и Овчини Коваран, профессор кафедры молекулярной биологии Биологического факультета МГУ. Область научных интересов профессора Цетлина – структурная биология. Научной работой он начал заниматься, еще будучи студентом Московского института тонкохимической технологии имени Ломоносова и выполнил ряд синтезов в области фосфолипидов. Эти результаты вместе с дипломной работой были опубликованы в виде статей и привлекли внимание члена Государственной экзаменационной комиссии академика Овчинникова, который настоял на направлении молодого специалиста Цетлина в руководимый им институт, где Виктор Ионович работает по сей день. Возглавляемый Цетлиным отдел занимается исследованием молекулярных механизмов, лежащих в основе нейросигнализации, а также развитием и совершенствованием методов исследования процессов нейросигнализации. Виктор Цетлин – лауреат Государственной премии СССР 1985 года и Гумбольдовской премии 1992 года. Виктор Ионович Цетлин вновь в студии «Медицина в контексте». Здравствуйте. И мы продолжаем разговор о нейротоксинах, начатый некоторое время назад. Но сегодня добавим к теме исследований этих природных соединений с большим фармакологическим будущим новые грани. Наша страна в области изучения и синтеза нейротоксинов занимает далеко не последнее место. А распространение знаний, результатов фундаментальных исследований имеет несколько возможностей. Они хорошо известны, они традиционны, но фокус в том, что в разное время они реализуются по-разному. Нас интересует день сегодняшний. Об этом также будет речь идти сегодня в этой программе. Пожалуйста, Виктор Ионович. Я рад, что меня сюда пригласили. Я был здесь примерно год назад. И там лекция была, разговор был более узкий, от той области, которой я занимаюсь, токсинные рецепторы. Значит, конечно, в какой-то мере я все-таки продолжу и расскажу о новых вещах, которые мы делали за этот год. За отчетный период. За отчетный период, да. Но вы видите, я специально выбрал широкое название. Во-первых, я подчеркиваю, что нужны междисциплинарные исследования сегодня в биологии. И путь к лекарствам, конечно, он не легок и не быстрый, но его все должны иметь в виду. И я коснусь еще организационных вещей. Скажем, как надо правильно провести эксперименты, а насколько нам нужны патенты, а нужно ли ездить на конференции, а какая ситуация с публикациями. Это не просто так, потому что подходы меняются, грант становится значительно труднее получить, другие критерии оценки твоей научной деятельности. Я постараюсь этого лекция немножко коснуться. Но хочется оставаться в рамках мирового профессионального сообщества. Совершенно верно, потому что не со всеми современными требованиями я могу согласиться. Но я об этом поговорю дальше. Значит, вернемся. Не удивляйтесь этому слайду. Здесь надписи по-английски. Объясню, в чем дело. Я читал лекцию недавно. 30 лет школы по биорганической химии. И она была приурочена по имени Юрия Анатольевича Овчинника. Так вот, в те советские годы были замечательные научные связи с иностранными ученым. В частности, была конференция в Ташкенте, на которую приезжал лауреат Нобелевской премии сэр Александр Тодд. Ну и гость, хозяином был академик Садыков. Ну а моя роль была в том, чтобы я переводил беседу. Так вот, тогда институт биорганической химии был сравнительно недавно организован. И возникла дискуссия. А что это за наука такая, биорганическая химия? Чем она отличается от органической химии, от молекулярной биологии? Довольно жаркая дискуссия была. Сэр Александр Тодд, на хорошем английском языке, как ему полагается, рассказал анекдот. Одна английская женщина пришла в аптеку, купила лекарство, пришла домой, уже готова была его принять. Друг открывается дверь, прибегает провизор. Он говорит, мадам, ужасная ошибка, мы вам дали не то лекарство. А в чем дело? Спросила. Ну вы-то пришли, вам нужен был хинин, противомалярийное средство, а мы вам дали стряхнин, у которого много-много... Мы вам дали стряхнин, больше он ничего не сказал. Он нас спрашивает, а какая разница? Он говорит, разница громадная, 16 пенсов. А почему я это говорил, вы поймете на следующем слайде. Школа была, 30-летие школы по биорганической химии. А что за наука биорганической химии? Это вопрос актуален на сегодня. Я вот сделал слайд, кстати, на все-таки медицинские каналы, я скажу, почему я сделал слайд, потому что вот этим путем я хожу в клинику, которая на Кусузовском проспекте, где иногда подлечивают членкоров. И я хочу сказать, что вот видите, биорганическая химия – это классическое здание, вот оно. А за это время выросли новые здания – геномика, транскриптомика, протеомика, метаболомика и совсем уже недавно, может быть, новая область микробиомика. И я этим слайдом хотел показать, что нам действительно нужны знания современных наук. Но вот основа хорошей знания биорганической химии, биологии, они нужны. Так что, ребята, если вы получаете хорошее образование по биорганической химии, и в этих курсах вас уже знакомят с достижениями вот этих наук, вы не окажетесь лишними в науке не только сегодня, но и завтра. Следующий слайд. Ну, все-таки, коль скоро это история, но я хочу сказать, что, наверное, я имею право говорить о токсинах и рецепторах, поскольку я в этой области уже, даже стыдно сказать, как довольно давно. И вот тогда впервые в мире мы ввели различные метки, флуоресцентные, спиновые, по одной каждый раз в определенные участки токсина, и с помощью физических методов, флуоресцента, электронный парамагнитный резонанс, мы впервые показали, какими точками токсин контактирует с поверхностью рецептора. Дальше вот мы рады. Потом пошло и другое. Здесь, как у меня участник был, шведский прекрасный ученый-токсинолог. Потом пошло расширение сотрудничества. Я подчеркиваю, что наука не может быть узконациональной, без международного сотрудничества. Это все было бы неправильно. Это сильнейшая лаборатория. Он тогда был с Западным Берлином, и мы стали применять фотоактивируемые метки. Метка присаживается в определенное положение, облучается, и она пришивается. И таким образом ты контактируешь. Ты уже говоришь не только, какая часть токсина важна для этого действия, а какая часть рецептора. И вот эти работы были опубликованы достаточно давно. Ну вот. Ну и я горд тем, что я первый соавтор овчинников, а я здесь тоже. Я честно говорю, я горжу и гордился этим перед теми людьми на зимней школе по биорганической химии, которые точно еще не были рождены в этот год. Значит, здесь токсин, вы несколько раз еще увидите его структуру, так называемый трехпетельный. Видите, три петли, трехпетельный токсин. А рецептор изображен здесь как яйцо. Почему так? А потому что в те годы этот рецептор никотиновый даже не был клонирован. Информация о нем была минимальная. Так что вот на этом я остановлюсь и перенесусь в сегодняшние дни. А что мы знаем сегодня о рецепторе? Вот его структура, вот его верхняя часть, легант связующий домен, сюда придет ацетилхолин, сюда придет никотин, и сюда же придут токсины, которые сядут и убьют этот рецептор. Это трансмебранная часть, здесь каналы и так далее. Значит, благодаря чему мы знаем эту структуру, это многолетнее усилие ученого Найджела Анвина, который чуть не 20 лет, это бог электронной микроскопии. В прошлое с ним была дана Нобелевская премия за кривоэлектронную микроскопию. Это несправедливо, что он не был в их числе, он должен был там быть. Но это уже, так сказать, не мы эти вопросы решаем. Значит, никотиновыми рецепторами имело смысл заниматься 30 лет назад, сегодня и завтра. Почему? Я воспользовался этой скульптурой Родена, чтобы показать, что никотиновые рецепторы есть в нашем организме везде. Вот этот рецептор, который был выделен из электрического органа ската, это рецептор мышечного типа. Очень сходные рецепторы никотиновые в наших мышцах. Помогают нам, помогают сокращению движений и так далее. Никотиновые рецепторы в иммунной системе, и вот здесь почти не видно в голове процессы сознания, запоминания и так далее. Значит, никотиновыми рецепторами нужно заниматься и сегодня. Почему? Они участвуют, будучи по всему организму, они участвуют в самых разных процессах, правильных, правильной физиологии, регуляции выброса трансмиттеров, передачи болевого сигнала, у них нейропротекторная функция, они регулируют иммунный ответ и контроль клеточного роста. А это все хорошие функции, но, как только начинаются проблемы или с самими рецепторами, или с теми белками, нуклеидными кислотами, с которыми они взаимодействуют, идут нарушения, пожалуйста, место иные, место иные, мышечные проблемы, эпилепсия, шизофрения. Ну, болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера, они как просто какие-то соучастники, конечно, там и, надо сказать, и о синуклеинах, и так далее, и так далее. А вот никотин в зависимости, это главное, это главные герои. Так что, нужно и сегодня заниматься никотинными рецепторами. Значит, я хочу сказать, что это была показана картина уже более 10 лет недавно, структура. Вот за последние несколько лет просто взрыв структур, структурных исследований никотиновых рецепторов и других похожих на них рецепторов, рецепторы серотонина. Технические, методологические возможности, да, резко скакнули? Значит, что появилось? Резко возросли возможности криоэлектронной микроскопии, методы детекции и так далее. Это буквально взрыв. Вы видите, 14-й год, габорецепторы, все наши проблемы с плохим настроением и так далее, рецепторы глицина, и вот рецептор от силохолина был сделан. Значит, а у нас все-таки нейротоксины включены. Значит, в прошлой лекции я рассказывал, что змеиные нейротоксины вот более 40 лет назад помогли выделить никотиновый рецептор из этого органа ската. Это был первый рецептор и первая информация вообще о рецепторах нервной системы, нервной системы, она была получена вот для этого рецептора торпеда. И я не буду сильно останавливаться на этом, но вот эти змеиные токсины, это не просто уже все покрылось архаической пылью, они и сегодня прекрасные фармакологические инструменты, чтобы отличить один подтип рецептора от другого, чтобы померить его количество в норме и при патологии. И позднее них появились в этих исследованиях конотоксины, тоже более короткие пептиды, из ядовитых моллюсков конус, которые тоже помогают в этих исследованиях. И я немножко расскажу, ну, чтобы иметь право говорить о том, как сегодня делать науку, где публиковаться, я должен вам показать, что мы сегодня все-таки тоже что-то в этой области делаем. Для этого мы здесь, как говорится, да? Марина, я, поэтому мне очень приятно, что год с небольшим прошел, меня снова пригласили, надеюсь, что я не буду пересказать содержимое старых учебников в этом дело. Спасибо. Вот. Значит, я должен сказать, что вернусь на секундочку, мы что-то сделали, по токсинам, но о том, как змеиный токсин садится на никотинный рецептор, это пока еще не сделано. Есть работа, где, я скажу дальше, есть модель рецептора, вот верхушка есть, и там показано, рентген, как садятся змеиные токсины, там американские работы, но они сделали быстрее, чем мы. что делать? Поэтому я пишусь, давайте отличимся от трехпетельных белковых токсинах к трехпетельным нейротоксинам. И здесь наши, а точнее, конечно, с содружностью с крупнейшими европейскими лабораториями, исследования, токсины рецепторного взаимодействия оказались более успешными. Поэтому здесь еще раз кусок истории, я это показывал в прошлый год, вот этот водорастворимый белок, это вид сбоку, вид сверху, пять субединиц, идеальнейшая модель и никотинных рецепторов, и холегансвязывающих домен, и всех других семейств, так называемых циспетельных рецепторов. И я горжусь тем, что рентгеноструктурный анализ комплекса белок, окрасненьким, видите, спирали конотоксина, был сделан с нашим участием, вот, собственно, первые два автора, голландский Кашверов, замечательный ученый из нашего института, и впервые было показано очень интересная вещь. До этого эти голландцы показали, что когда сюда приходит никотин, агонист, который активирует рецептор, вот эта петля поджимается, приходит к центру, а когда приходит антагонист, который заблокирует рецептор, петля уходит далеко сюда. То есть это была первая демонстрация того, что соединение, заблокировавшее канал, или соединение, которое сможет открыть канал, они вот вызывают именно такие различия структурные. Это важная вещь, и вот я с удовольствием это показываю. Но опять же, я должен оправдаться и сказать, что наши исследования конотоксинов не закончились 13 лет назад, и вот недавняя работа. Еще раз, одна иллюстрация необходимости жесточайших международных исследований. Китаянка, российский гражданин Цетлин, Крейг, это Австралия, Макинтош, это Америка, это статья в достойном журнале ПНАС, 3 года назад, выделен новый тип совершенно необычного конотоксина, который может рассматриваться как антиболевое средство. Вот. Это иллюстрация международного сотрудничества. А вот эта работа того же времени, я очень горжусь, потому что это чисто российское мероприятие. Мы занимаемся токсинами, мы занимаемся тем, что называется wet biochemistry, на русский переводится не очень благозвучно, мокрая биохимия. Ну, в смысле, это называется капают. Да, в отличие от современных этих вот моделирующих, всяких исследований. Так вот, я скажу, это содружество с блистательными моделистами или модельерами в нашем институте. Это есть замдиректора наш Роман Ефремов. Значит, они придумали новую программу, позволяющую проанализировать поверхность токсина. И вот они, изображая в терминах как бы земного шара, как что распластвуется, долго они этим занимались, считали, дали нам свои рекомендации, что надо изменить в структуре конотоксинов. Мы это синтезировали, мы проверили электрофизиологию ради легандного анализа. И дальше же пробирка, что называется. То есть, вот это вот из одного института расчётчики и пробирочники, и мы получили аналог, который в сто раз более эффективен природного по отношению к этому рецептору. И это очень важный рецептор. И вот опубликация здесь. А здесь мне надо было сказать об этом раньше, что вот 10 лет назад с голландскими исследованиями мы делали рентген конотоксинов с модельным белком. Дальше продолжается с китайцами. Мы просто анализируем различные типы конотоксинов, чтобы выйти на более высокую специфичность. После того, как я рассказал немножко о конотоксинах, да, это действительно и не то, что будет это исключительно наше, прекрасные лаборатории в Австралии, в Америке. Все понимают, что это замечательный инструмент понять, как работает рецептор, который находится в голове, в ноге, где угодно. И это все-таки тоже путь к лекарствам. Потому что в чем преимущество конотоксина по сравнению с аминным токсином? Это уже маленький. Его намного проще синтезировать и так далее. Возвращаемся к трехпетельным белкам, токсинам, а дальше будут трехпетельные и не токсины, а наши собственные белки. Но тоже хочу показать, что работы, в общем-то, продолжаются. Конечно, хорошо, когда кто-то выходит с чем-то абсолютно новым. Но все-таки если ты вложил много уже и область не стала архаичной, это тоже оправдывается. Я хочу это показать. Вот это вы уже знаете трехпетельный токсин. Те токсины, которые блокируют никотиновых рецепторов очень эффективно, особенно мозговые, у них здесь находится десульфит. Но давно был известен вот такой токсин, у которого десульфит не здесь, а здесь. Активности, токсичности почти никакой. И они назывались слабые токсины. И вот уже достаточно давно в нашей лаборатории мы показали, что этот слабый токсин не так уж и слаб. Он достаточно эффективно блокирует мышечный и мозговой альфа-седьмой рецепторы. И может рассматриваться тоже как некий прообоср лекарств. Кстати, была совместная работа с фирмой Bayer, и фирма Bayer даже не поленилась, взяла патент на это как возможное антикансер, противороковое средство. Ну, сильно дальше это не пошло. Дальше я хочу сказать, что вот это самое современное сегодняшнее исследование. Вот раньше просто к ученым попал яд, он повезло, он выделил один белок, другой белок, один пептид, другой. А сейчас идут протеомные исследования. И мы, и другие зарубежные лаборатории хотят знать информацию обо всем, что содержится в данном яде. Низкомолекулярные соединения, пептиды, белки. И такую работу мы тоже проводим. Я показывал первый слайд протеомика, транскриптомика. Вот заведующий лабораторий в моем отделе профессор Уткин он совмещает протеомные исследования с транскриптомными. То есть, понятно, нуклеотидные последовательности. Бывает, есть нуклеотидные последовательности. Вот ей отвечает такой белок, но по какой-то причине он никогда из яда не выделялся. Ну и так далее. Так я хочу сказать, что здесь были успехи. В этих протеомных исследованиях нашли один компонент сничтожнейшего содержания, в котором две молекулы вититрехпетельного белка. Вот здесь между ними десульфидная связь, внутримолекулярная. Таких соединений никто раньше никогда не видел. И меняется его функция. В отличие от мономерного кобротоксина, который блокирует только мышечный альф-сеймой рецептор, это блокирует нейрональный мозговой рецептор. Ну и, конечно, было бы несправедливо, если остановился бы только на науке и не сказал, что все это у нас возможно. Мы счастливы, что сотрудником нашей лаборатории является Влад Старков, который, вот это его пальцы крупным планом. Это искусство вообще-то. Это искусство, это знание, и совершенно справедливо он соавтор большинства наших работ. Потому что это очень важно и в этом плане мы уникальны. Малые в мире лаборатории, которые не просто купили яд какой-то, а которые держат. У них собственный это змея, это обеспечит воспроизводимость. Поэтому мы и смогли выйти на ничто. Он заволок герпетолог, наверное. Да, герпетолог. Много фильмов на центральном телевидении про него можно увидеть. Замечательный человек. И вот в ничтожном содержании нам хватило его выделить. И более того, в содружестве с голландским исследованием была установлена его кристаллическая структура. Это вот работа 2012 года. И вот я здесь вам показываю, что есть трехпетельный нейротоксин и действующий на никотинную рецепту. Вот я вам говорил, трехпетельный токсин такой, так называемый короткий, вот-то подлиннее здесь десульфидная связь. Уже был известен капобунгаротоксин, где он димер, но в нем нет никаких внутримолекулярных связей. И причины этого до сих пор до сих пор точно не могли сказать. Мутировали, мутировали, но сдать абсолютно ясный ответ не удалось. А мы первые показали, что может быть димер с ковалентной связью, с ковалентной связью здесь. И что еще интересно, все токсины в кристаллических структурах часто бывают в виде вот таких димеров похожих, где у них центральные петли, которые важны для активности, обращены в разные стороны. А мы были первые, кто показали, что вот есть такая структура, где эти центральные петли сближены. Так что вот гордимся, я не случайно показываю, у меня был недавно обзор Trends of Pharmacological Science, и я горд, что в этой таблице существующих в мире токсинов есть один токсин из города Москвы. Ну вот немножко новая линия за последние годы появилась. Ну стандартная фраза, нейротоксины тончайшие инструменты изучения рецептов. Да, не возражаем. Все ли мы знаем об этих токсинах, инструментах? Думали, что да, вот этот специфично действует на этот, это, на этот. Ну методы утончились, усложнились, может быть вот этот токсин действует не только на рецептор никотина, а может быть на что-то еще, и стоит вопрос насколько они избирательны. Если мы показали, что токсин не является абсолютно специфичным для никотинового рецептора такого типа, может быть это и неплохо, потому что ведь какая новая тенденция, вы видите, может быть избирательность не всегда важна. Новая задача поиск новых мишеней для хорошо известных лекарств. Сейчас все, что известно, там тот же, я не знаю, аспирин или что-то еще, проверяется на все возможные мишени, и может быть его положительные действия обусловлено совместными. И очень часто обнаруживается для старых лекарств. новые возможности. Может обнаружиться другое, что вот, скажем, какое-то заболевание, никогда это никому не приходило в голову, связано с тем, что этот условный аспирин может найти вот такую-то мишень, какой-то рецептор сердца, и это может быть плохо. Но вот поэтому, вот я говорю, что даже если мы покажем, что токсин действует на что-то еще, мы не перечеркиваем ничего в этой области. И вот я это проиллюстрирую. Недавняя работа, это 2015 год. Опять-таки, подчеркну, здесь фамилия Кудрявцев, это сотрудник, замечательный, который у меня сделал диссертацию кандидатскую и так далее. Но в соавторах есть и швейцарские авторы, потому что мы стали смотреть действия этих токсинов на габа-рецепторы. Раньше мы не работали с ними. Сейчас, да, у меня есть отдел, мы смотрим габа-рецепторы, все другие цифры. Но тогда это была совместная работа несколько лет назад. И вот показано, что альфа-кобра-токсин и альфа-бунгаро-токсин при действии на никотиновый рецептор альфа-бунгаро-токсин даже, это просто ток в рецепторе, вот мы, даже альфа-бунгаро-токсин на никотиновый действует сильнее, то есть, бунгаро-токсин на габа-рецептор слабо действует. Его основная миша никотиновый рецептор. А вот взяли кобра-токсин, добавили 10 микромыль, убил весь ток. Понимаете? И мы показали, что я сейчас не буду останавливаться, другие токсины, которые считалось, что они действуют только на никотиновый рецептор, у некоторых из них есть действия, вот ингибирующие на габа-рецепторы, причем определенные подтипы габа-рецепторы, других нету. То есть, за этим надо смотреть внимательно. Ну, и еще измерение, вот я покажу, что если раньше мы просто смотрели, действует токсин на этот рецептор или не действует, вот их контакты, были счастливы. Сейчас работа уже строится по-другому, чтобы показать, почему токсин действует на габа-рецептор. Мы, скажем, провели мутации габа-рецептора и показали, что вот здесь, вот именно в этом месте габа-рецептора посадка нейротоксина. Ну, и я уже не говорю о том, что механизмы действия, механизмы посадки на один рецептор, на другой различаются. Вот поэтому тем слушателям, которых я не утомил еще предыдущей частью, я хочу показать, как даже в пределах одной лаборатории, в пределах нескольких лет меняется и модель исследования, и оно становится, я специально включил в заглавие, межфундаментальным. Мы используем расчеты, мы используем электрофизиологию, мы используем междисциплинарность, разные подходы. Только так сегодня можно ставить действительно большие задачи. Ну, вот здесь пока, видите, мы делали мутации, мутация, скажем, в этом положении привык, к тому-то и так далее. Да, я извинюсь, что часть надписей по-английски, часть по-русски. Мы договорились, что все-таки мне сейчас лекции чаще приходится читать по-английски, поэтому где-то, где я успел, я вставил русские надписи в знак уважения к вашей программе, где-то, может, в следующий раз принесу все слайды на русском языке. Трехпетельная структура в нейротоксинах. Об этом много поговорили. Где-то уже, думаешь, лет 10 назад, чуть больше, стало известно, что есть белки и в дрозофиле, и в нашем организме, имеющие ту же самую трехпетельную структуру. Наши эндогенные белки в нашем мозге. В чем их отличие от токсинов? Некоторые из них секретируются, то есть буквально это тот же токсин. А в большей части имеется такой хвост, гликозилфосфатидилы, инозитольный хвост, которыми они прикрепляются к мембране внутри клетки. А токсин к мембране не прикрепляется. И в этом уже ясно разные механизмы действия. Вот у нас появился интерес к этим белкам не так давно. Но я покажу, что это тоже интересно. И это, в общем-то, что важно, это работы в целом в рамках одного направления. И я хочу с вами докладом показать, нет, лекции, коротким сообщениям, каким не докладом, а показать, что вот это оправдано. Это оправдано. Я люблю эту картинку. Любительница. Да, да, да. Потому что одно большое семейство трехпетельных токсинов, я уже на предыдущем слайде было показано. ну вот, я долго думал, как проиллюстрировать трехпетельную организацию токсина, и ничего лучшего. Любительница абсента, Пикассо, я не нашел, поэтому я с удовольствием эту картинку показываю. Вот. Это я уже все сказал, что есть секретируемые белки и есть связанные с GPI-хвостом. Значит, вот эта история никотиновые рецепторы и белки LYSX семейства, она началась вот этой публикацией. Очень сильные ученые в Рокко-Кейлеровском университете открыли ген. То есть, раньше ген в мозге крысы это было открыто, который должен нуклеотидной последовательности и последовательность иметь ту же пространственную структуру, что и нейротоксины. Значит, какой они сделали следующий шаг? Очень важная работа, они показали, что эти белки, соответствующий белок LYSX семейства, он коэкспрессируется рядом с некоторыми мозговыми никотинными рецептами. Они рядом, этот белок, и более того, они же и показали, что этот белок, ну, скажем, повысив его экспрессию или сделав нокаут, что этот белок влияет на функцию мозговых никотинных рецепторов. То есть, эндогенный белок со токсиноподобной структурой в мозге влияет на функцию никотинных рецепторов. Ну, в частности, вот после этого было показано, что он влияет на пластичность зрительной передачи и так далее. Очень важный белок. Так вот, все работы, с тех пор, мы к этой работе, к этим белкам присоединились почти через 10 лет, все работы по его функции делались только с использованием, скажем, или повышенной экспрессии белка, или его, скажем, нокаута. Белок как таковой никто в руках не держал. Значит, эта задача нам показалась интересной, потому что в этом белке, я упоминал, вот слабые токсины, мы первые показали, что белок с десульфидной связью здесь блокирует некоторые типы рецепторов. У этих эндогенных белков десульфидная связь тоже здесь. Поэтому, когда все это было опубликовано, когда мы сделали свою работу, мы захотели попробовать получить вот такой же белок, уже отвечающий нашему эндогенному. И в Содружестве отдела биотехнологии в нашем институте под руководством Академика Кирпичникова впервые такой белок был экспрессирован в Е-Коре. Но до этого у них был богатый опыт с нашими токсинами. То есть, они его... Понимаете, задача, вот вы сделали экспрессию, там 5 десульфидов, что он правильно свернулся, правильно отделить от неправильного и так далее. Значит, был получен этот белок. Опять же, я счастлив, что у нас в институте одна из лучших групп в стране по ядерному магнитному резонансу. Это известно. Да, конечно, Александр Арсеньев с сотрудниками. И была установлена пространственная структура этого белка. Но тут же хочу подчеркнуть, вот тот белок, который в мозге, вот Линкс называется, он-то с хвостом, GPI-хвост у него, а мы в Е-Коре никакого хвоста иметь не могли. Поэтому мы понимали, что то, что мы получили, имеет красивое зарубежное слово модель. Это модель. И мы стали проверять эту модель, насколько она близка к природному белку. Посмотри, о, вроде бы неплохо. Посмотрели, вытесняет бунгаротоксин со стилхолиносвязывающего белка, вытесняет бунгаротоксин, по-моему, с рецептора. Прекрасно. С альфа-седьмого. А вот здесь уже пришло разочарование. С нейронального рецептора мозга там здесь с альфа-седьмого рецептора, с альфа-седьмого, я ошибаюсь, здесь не вытесняется. И с альфа-4, бета-2, радиоактивный не вытесняется. Ну что, грустно? Мы получили модель, которая потому что были сделаны электрофизиологические исследования, когда каждый из подтипов рецептора экспрессируется в ацитах, и ты смотришь, как на токи, на его токи, то есть на функциональный ответ влияют эти токсины. Прекрасно влияют. Выясняется, что он ингибирует все три используемых типов альфа-седьмого, альфа-4, бета-2, альфа-3, бета-2. Но самое любопытное, что кажется, ну какой же противоречий, он не конкурирует с токсином, а замечательно, все правильно, потому что его ингибирование становится, видите, без токсина, без этого белка, и вот с ним, ингибирование становится намного более заметным, когда мы бешено увеличим концентрацию ацетилхолина. Что это означает? Что он блокирует, но он не садится в классический участок, куда идет никотин, ацетилхолина, бонгаратаку, садится где-то еще. Это алоэстерический модулятор. И вот мы впервые показали, что для этой модели такое действие. Ну а дальше, конечно, все-таки хочется быть критичным по отношению к себе, сказать, ну вообще, насколько хороши модели, да? Я уже упоминал, что мы работали с моделью рецептора ацетилхолина связывающего белка. Верхняя часть рецептора, шапка рецептора. Восхитительная модель. Все, что появилось позже, рентгеноструктурный анализ самого ацетилхолина связывающего белка. Потом научились анализировать рецепторы микробного происхождения рентгеном. Прекрасно. А последние несколько лет это уже рентген и криоэлектронная микроскопия млекопитающих, рецепторов млекопитающих идеальнейшая модель. То есть, с моделью рецептора все хорошо. А модель Леганда, вот как я спросил, он как-то хорошо имитирует или нет? А когда я этот вопрос задал, а через пару лет появляется, после того, как мы сделали структуру, появляется работа тех же американских авторов на уровне экспрессии. Они экспрессируют белок с хвостом и без хвоста. Колоссальная разница. То есть, в смысле функции эта модель нехороша. Хвост имеет значение. Хвост, да, я вам сейчас покажу следующее. Значит, был сделан следующий шаг, это водили кирпичнику, ну, тоже с нашим участием. Есть другой белок, тоже в мозге. Он называется сларп, та же трехпетельная структура, он секретируемый. Ведь мы тогда, если изучим его функцию, мы не связаны с этим хвостом. Что было сделано в институте? В институте сделали этот белок, но он не совсем, не до конца природа, у него на конце дополнительный остаток метионина. Это просто следствие вот экспрессии в якоре. Хорошо это или плохо? Постараюсь ответить на этот вопрос. Значит, и когда этот белок был сделан, вот эта вот публикация, мы не были первые. уже в 2003 году был сделан вариант этого белка сларпа, рекомбинантные белки. Чего только они на него не налепили. У него был здесь и МИКТЭК, чтобы антитела узнали, и что-то еще, еще. Но они считали, что, ну, здесь 80 оттатков сларпа, 10 здесь, 10 здесь, ну, ничего, хорошая модель считали. И было показано, что этот белок, вот видите, контроль добавляет белок наномоли, 20 наномоли. Он активирует ток. То есть он, авторы пришли к выводу, что их белок, они называют его сларпом, хотя это тоже надо помнить, что эта модель активирует. Когда в нашем институте сделали белок намного ближе к этой модели, это мы сделали с дополнительным метионилом, что мы видим? Он ингибирует рецептор, причем в микромольных концентрациях. Понимаете? То есть мы уже ближе к природному белку, но это еще не совсем природный белок. И тут я хочу сказать, что, можно сказать, отчасти хвостовство, ну, может быть, просто правильная информация. Поскольку мы давно и успешно занимались и трехпетельными, и иконотоксинами, вот в 2014 году меня пригласили в качестве докладчика на конгресс. Он назывался From Venoms to Drugs. То это здесь американский, австралийский вариант. Ну да, до. До. Да. И вот я уговорил, значит, у меня там были хорошие контакты, восхитительные там синтетики, химики. Я их уговорил получить этот белок полным синтезом. Это бешено, трудно, трудности задачи. 81 аминуслотный остаток, 5 диасульфидов. Они это сделали. Не буду утомлять слушателей детали синтеза. сначала синтезируются большие фрагменты, потом они соединяются и так далее, и так далее. Получили белок, но надо сказать, хороший это белок или плохой. За это время ЕМР белка, содержащего один добавочный метионин, была в нашем институте сделана. Они дали все координаты австралийцам, и мы видим, что спектры ЕМР белка с метионином и белка без него практически идентичны. Неплохо, значит, наверное, все-таки хорошую материю получили австралийские химики. А что с активностью делается? И вот тут начинается удивление. Я уже упоминал, мы опубликовали статью, где рекомбинанты с ларм с дополнительным метионином, он ингибирует связание бунгаротоксина с рецептором торпеда, соцсилхоленосвязочным белком. А что делается с синтетическим? Нет ингибирования связанных с альфа-седьмым, с торпеда, соцсилхоленосвязочным белком. Ингибирования нет. То есть, отличия уже пошли какие-то функциональные. не работает это, называется. Это абсолютно справедливый вопрос, но, к счастью, я на ваш вопрос не скажу, да. Мы опубликовали в этой статье, я очень горжусь, это была статья в конце года. Нет, он работает, потому что мы же смотрим не только связывание, мы смотрим влияние на функциональный ответ. И вот, что мы видим. Опять показываю картинку. Рекомбинанты белок с метионином, контрольный ток, добавили наш белок, ингибирование. Берем синтетический белок, вот здесь контрольный, без него рецептор, это уже электрофизиология, рецептор человека нет ингибирования, рецептор крысы практически нет ингибирования, но небольшое ингибирование, когда мы берем слегка модифицированную рецептор, присутствие алистерического модулятора. Ну вот какая-то надежда, хоть какая-то активность есть, но дальше пошла радость, потому что благодаря синтезу они смогли получить большое количество этого белка. И мы смогли его проверить, причем проверка шла и у них в электрофизиологии, и у нас в электрофизиологии, и радиолеганной анализ, абсолютно надежные данные. И мы убедили, что вот некоторые по типу нейрональных рецепторов снижают ток, снижают ток, меньше снижают ток, но наиболее интересно оказалось, что он снижает токи на альфа-9, это тоже мозговой рецептор, это очень важная мишень для разработки аналегетиков, он снижает токи, причем ингибирование становится более заметным при повышении концентрации ацилхолина. То есть, так же, как в первой работе на тех моделях по Линксу, мы были первые, которые показали, что или он работает, или он не работает, но если он работает, он работает как аластерический модулятор, он идет куда-то еще. И вот это очень важное, так сказать, это вот сопоставление радиолегандов анализа, и вот это индикация, связанная с аластерическим центром. Дружим с моделистами, значит, пространственные структуры, компьютерные моделирования, молекулярная динамика, появились некие намеки, почему вот этот метионин вносит такие различия, но эта работа требует дальнейшего продолжения, мы сейчас этим занимаемся, чтобы объяснить, потому что это трудно сказать, когда просто люди получают какой-то природный белок, им нужно его закристаллизовать, допустим, не кристаллизуется, они начинают менять в нем что-то, один остаток, другой, в целом структура сохраняется, и мы показали, что он сохраняется, и дальше делают рентген, все замечательно, но мы показываем, что надо, если мы хотим знать механизм природного белка, надо быть аккуратнее, механизмы могут быть различные, поэтому эта работа была очень важна, вот это тоже важное заключение, я не хочу что-то плохое искать о рекомбинантных белках, если даже на рекомбинантных белках появляется активность, отлично от активности природного белка, да ради бога, это может быть даже полезно для развития лекарств, и так далее, все это надо делать, но вот наш результат показывает, если у вас есть ваш эндогенный белок человека, и вы хотите знать механизм его действия, постарайтесь механизм изучать на белках, которые как можно ближе будут по структуре к исходному природному белку, ну вот я фактически, я не буду на этом останавливаться, я говорю о том, что насколько важны аллостерические модуляторы, легче подобрать лекарство, которое будет действовать только на вот этот под тип никотинового рецепта, а не на другой, есть оно не будет действовать на стандартный участок, где связывается от стилхолин, где никотин, где он найдется, тоже обычно в этих участках, очень высокой гомологии, ты хочешь, чтобы он действовал на этот рецепт, а он будет действовать на все, аллостерический регулятор может найти свое интимное место на нужном подтипе рецептора, ну вот здесь наука почти кончилась, все-таки у меня в докладе было слово началась практика, ну ближе, в докладе было слово к лекарствам, путь к лекарствам, я вот делал слайд для этой конференции, он иллюстрируется, есть яд, выделили все, что могли оттуда, охарактеризовали, белки, пептиды, дальше вы ищите их мишени действия, нашли, кто-то действует на никотиновый рецептор, кто-то на габа, следующий шаг, вы должны детально изучить, как он действует на этом мишени, и рентген, и флуоресценты, и так далее, и если вы получили такую информацию, есть это рентген, то есть с помощью этих соединений вы получили информацию о связывающих центрах интересующих вас рецепторов, которые служат мишенями для лекарств, и вот здесь начинается путь к лекарствам, вот это такая не очень простая цепочка, с подъемами и падениями, это непростые пути, так, вот, и здесь я хочу сказать, что все-таки, ну, сказать, что иногда у нас кое-что получается, вот только что недавно вышла статья, это зимеапсин, избирательный пептидный антагонист мышечного рецептора, мы первые выделили из яда вьетнамской змеи и так далее, и вот, что удивительно, я думаю, что не очень много работ, которые прошли, это был грант от Министерства образования, прошли доклинические испытания, а результаты доклинических испытаний опубликованы в достаточно достойном журнале Токстен, швейцарский журнал с очень приличным импакт-фактором. Чего все началось? Опять-таки, я призываю к серьезным исследованиям, значит, мы имели возможность послать сотрудников во-вьетнам, проанализировали, протеомы-транскриптомы этой змеи, вышли на пептид, вот видите, он довольно длинный пептид, почему он необычный, почему мы смогли получить патенты, потому что здесь нет десульфидов, и сразу же упрощается его синтез, и мы уже в той работе, это JBC было, показали, что он селективно ингибирует именно мышечный рецепт, если ты его ведешь, он не будет действовать на мозговой рецептор. Ну и дальше, поэтому пошли его испытания как мерилоксанты, я не буду останавливаться на этом, потому что статью не взяли бы, если бы не было сделано все, что полагается, и острая токсичность, и хроническая, и фармакокинетика, все это было сделано, но сейчас, может быть, нам подумаем, он, кстати, оказался более эффективным, чем потенциальный при операциях, чем используемый в нынешнем ракуроне, может быть, нам удастся с ним пройти дальше. Кончилась наука, которой я занимаюсь, и началась политика. Да, началась политика, то, что было в заключительной части названия его сообщения, симпозиумы, немножко вульгарной формы, зачем, почем, но, кстати, почем, это очень существенный момент, потому что я остановлюсь, что приглашение на симпозиумы, число их бешено. Как правило, редко, когда в них не вовлечены китайцы, и редко, когда за это не запрашиваются бешеные деньги, оргвзнос, оргвзнос, и что еще плохо, я как-то пару раз съездил, он прекратил, симпозиум, здесь есть и биоэнергетика, и все, 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 есть, вроде, всем твоим интересам отвечает, а реально идут заседания, там, в 10 комнатах, в каждой комнате по 2-3 человека, это трата времени и денег, поэтому вопрос, по чем, и нужны ли, я здесь поставил, то есть нужно выбирать симпозиумы, которые отвечали бы и твами сегодняшним интересам, и помогали бы сформулировать завтечные интересы, я коснусь своей деятельности, немножко проиллюстрирую, ну, вы поняли, что я занимаюсь никотинными рецепторами, и вот в мае был симпозиум, именно посвященный четко вот этой теме, он проводится раз в 3 года, там все корифеи в этой области, вот, например, я упоминал Найджела Ангвена, который сделал кривную электронную микроскопию, вот он здесь стоит, там есть еще, там, скажем, где-то Линнстрим стоит, который всю, уже более 30 лет, вся иммунология рецепторов, объяснение, скажем, так называемой каналопатии, когда мутация в рецепторе, там, значит, это отдельная, отдельная лекция могла бы сделана, и аутантитела против никотинового рецептора, который вызывает миостыни и так далее, и много-много корифеи, вот этот симпозиум по своей области, безумно интересно, я скажу честно, что вот я приглашен докладчиком был здесь, и 3 года назад, до этого, при том, все, что у нас делалось, я больше, чем предложение получить, поставить постер, не имел, но я приезжал с постером, понимаете, это вот, это все вот иллюстрация к тому, что все очень непросто, и есть другого типа симпозиума, и я с радостью о них рассказываю, вот был симпозиум в нашем институте, это фактически несколько симпозиумов, называлась конференция, посвященная памяти Овчинникова, международная конференция, и там еще было соревнование молодых ученых, значит, прекрасно организованный симпозиум, он стоил больших усилий, но среди докладчиков, скажем, приглашенный докладчик, Нобелевская лауреат Арья Веши, значит, это не Нобелевская лауреат, но всемирно известный ученый, Шлезингер, который, по-моему, один из первых, или самый первый, сделал лекарство, это моноклональные антитела против, против, в онкологии, против одной из киназ, и так далее, и другие, я вот здесь тоже стою в уголочке, вот, это прекрасный симпозиум, высочайшего уровня, в рамках него такие мини-симпозиумы, и, кстати, очень хорошая была симпозиума для молодых, был выбран лучший молодой доклад, вот такие симпозиумы, конечно, очень полезны, привлекательны, ничего, ну, в частности, я вот горд и рад, что в рамках этого симпозиума, большого, был небольшой симпозиум по юным каналам, куда я пригласил европейских коллег, с которыми сотрудничать, с которыми не сотрудничаешь, так что все это, вот, мы такие симпозиумы, ну, надо стараться, имеет смысл попадать, я, кстати, забыл с собой принести, а, и все было сделано прекрасно, потому что изданы материалы симпозиум, как приложение к журналу «Акта натура», то есть это, ну, и молодым это ценно, это и зачет на очки, в общем, я вот призываю, что вот, когда симпозиумы серьезно делаются в стране, есть, конечно, на них много всех послаблений аспирантам, взнос там небольшой, то есть я призываю участвовать. Ну, и еще вот симпозиум, я же не зря включил в заголовок межфундаментальные исследования, вот совершенно недавно, в феврале я был на симпозиуме, который называется биомаркер в клинических исследованиях. Восхитительнейшую лекцию на открытии прочитал Харальд Сурхаузен, это Нобелевский лауреат, это канцер, и он показал, ну, вообще, трудно предсказать, как начинается рак, сколько, бешеное число компонентов может быть вовлечено в развитие рака того или иного типа, и еще один из его выводов был такой, что не надо верить первым результатам, что вот мы излечили с помощью одного средства, как правило, идеология сегодня такая, что с одним средством, даже в виде конкретного рака, ты не придешь к положительному результату. Может быть, даже упомянуть в случае HIV, когда только комбинаторика приводит. Но о том, что это биомарки, я просто показал несколько названий доклада, вы видите, как используются биомарки, чтобы ускорить путь от лабораторной доски к кровати, это было сделано из Люксембурга доклад, о том, что это межфундаментальный, это Владимир Олейников, он ученый-секретарь в нашем институте, нано-биотехнологии и нано-биомикроскопия в клинических исследованиях и так далее. Действительно, вариант, новый метод они сделали, так? Ну и я рад, что меня пригласили, я здесь немножко сделал название приближающейся к медицине в большей степени, чем мы того, наверное, заслуживаем, что нейротоксические пептиды и белки как биомаркеры для скрининга и идентифицирования подтипов ионных каналов, это правильно при идентификации нормальных патологических стадий, ну а как для драг-дизайна это уже, может быть, не совсем сегодня, это требует больших усилий. Гипотетически, да. И почти последний рисунок, ну работа в чем завершается? Она завершается, хорошая работа, признанием. Скажем, один из путей признания, это, конечно, конференция, когда ты делаешь доклад, тебя не пригласят, заклад есть, а не было хороших публикаций. Ну, я понимаю, насколько привлекательно было бы опубликоваться в Nature или Science. К сожалению, у меня статьи в Nature не было, но были Nature Structure и так далее, это тоже... Такие дочки. Ну, дочки, Nature Structure, Nature, мол, Биол, это очень серьезные работы, вот, так что, ну, публиковаться надо, нет вопроса. Значит, это касается всех, и ты в центральных академических институтах, или ты даже в медицинских, и, может быть, даже на периферии, надо публиковаться, не вопрос. Хотя до сих пор, я иногда встречаю, мол, мол, это такое, да ладно, что там, мы же сделали это, мы это сделали, приносим мы статью, смотри, вот эту, ну, зарубежную статью, ну, и что, да мы же там, три года назад, у нас, смотрите, результаты, где ваши результаты? Это все требует... Значит, да, есть отечественные журналы с очень неплохим, по-моему, 1,6 или 1,7, классический журнал биохимия. Я рад, что несколько лет назад был организован журнал Акта Натура, который в свободном доступе, это наш весь, да? Наш, да. В свободном доступе на русском, английском языке и Акта Натура, и они уже, импакт-фактор у них поможет к 0,7 или 0,8, это очень неплохо для отечественного журнала, вот, давно существует журнал биоорганической химии, ну, может быть, он менее привлекательный, сейчас стал в нашей области, потому что публикуется все, 6 выпусков в год, а понимаете, это долго ждать, и так далее. Ну, и, скажем так, я не хочу кого-то обижать, но есть вот журнал, бюллетень экспериментальной биологии и медицины, я против того, что человек считает, что он серьезный ученый в нашей области, и публикация у него только в журналах этого уровня, это не серьезно, так что здесь может быть некая ирония, печать круглая, квадратная, отечественная и зарубежность, импакт-фактором, или без него, но здесь, конечно, хочу сказать недовольные слова, профаной, я не могу удержаться, потому что сейчас ты получаешь грант, ты обязан сказать, дорогие друзья, в следующем году я публикуюсь, обязуюсь, 10 или 20 работ, это пустое, все жалуются, это пустое, потому что, я вам честно, мне не трудно, в докладах Академии наук могу опубликовать достаточно много, но есть журналы ужасные, и они все равно идут в зачет, это трата ценного научного времени, поэтому я призываю тех, кто меня сегодня слушает, напрягайтесь, хотя мой последний слайд проиллюстрирует, что публикация в журналах требует не только научного достижения, но и хорошей нервной системы, крепкой, я проиллюстрирую последним слайдом, значит, когда была опубликована наша работа с австралийцами, там синтез белка был, пептидный синтез, я горд тем, что в институте биорганической химии о пептидном синтезе токсинов думали уже давно, видите, 81-й год, авторефератная диссертация, 83-й, здесь получали альфа-бунгаротоксин, получили, но, скажем так, не до конца, и название диссертации очень длинное, она не говорит о том, что мы получили природные токсины, но кое-что было сделано, здесь более короткий токсин, и даже мои сотрудники испытали его активность, но не такая, как у природного токсина, но уже была, но когда я хотел в этой статье с австралийцами сделать ссылки на это, я не смог, почему? Да потому что эти работы докладывались на международных симпозиумах, и в ряде случаев публиковались в сборниках международных симпозиумов, тетисов, да? Да, и все, а в серьезном журнале я не могу такую ссылку сделать, сегодня мы это поняли, надо публиковать только в рецензии, ради бога, сборник симпозиума, прекрасно, но обязательно должна быть статья в рецензируемом журнале, статья в рецензируемом журнале биорганической химии, я на нее спокойно бы ссылался, а теперь по поводу нервов, вот статья, которой я очень горжусь, а теперь ее история, я отчасти виноват, хотя казалось бы, scientific reports, в общем, ну, доступны, 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 но они тянут, ну, доступны, ну, я же обхалал, у меня уже две статьи было в нем, но я хочу сказать, в чем дело, я был приглашен на симпозиум на Крите, май, статью послали в марте, обычно, я сам и своих сотрудников прошу не включать на симпозиумы то, что еще не опубликовано, но я был уверен, что ее возьмут, и с австралийцами, среди авторов, кстати, у них, может, некоторые тенденции, как у нас, два директора, два директора различных институтов, хотя, я дальше не комментирую, ну, серьезные ученые, и вот я был уверен, что все будет нормально, и я доложил эту работу, в зале были все противодействующие американцы-англичане, я думаю, ну, ладно, все подходили, ладно, ладно, все хорошо, а вот история этой статьи, в марте отдали, май-сентябрь, наши письма в редакции, а вот, в мае, две положительные рецензии по хавару редактора, там написано, the protein chemistry should be done this way today, ну, попросили ревизию, потому что, какие-то пиксели на одном из наших рисунков, были не очень хорошо, ну, хорошо, мы послали, май-сентябрь, мы ждем, наша редакция, почему молчите, вежливые звенья в ответ, мы понимаем, что что-то такое не так, наконец, в сентябре-октябре нам пишут, редактор, больше не может заниматься вашей рукописью, она послана другому редактору, двум другим рецензентам, такое бывает, начало октября, мы получаем две отрицательные рецензии, одна безграмотная в храмском тоне, но мы знаем английский язык тоже, и мы ответили, написали, дали содержательный, достойный ответ, мы не сделали никаких исправлений в рукописи, в итоге статью приняли, и новый редактор нас еще раз похвалил, я к тому, что вот эти публикации, даже, это не начи, нет, 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 они требуют готовности отстаивать свои результаты, на этом я вижу, что час почти прошел, я остановился, и благодарен, пока слушатель у меня немногочислен, Марина, я признателен вам, спасибо вам, спасибо, я от лица всех наших зрителей, спасибо вам. По скриптуму я бы хотела вернуться в медицинское русло и подытожить наши знания о использовании нейротоксина в клинической практике, если даже они немногочисленные, эти использования, тем не менее, вот есть примеры, и вы в прошлой нашей программе говорили, значит, про ботокс мы не говорим, это косметология, конотоксины, вы подробно говорили в прошлой программе, и сейчас затронули, уже применяются как анальгетики, ну, в определенных случаях, да, вот в онкологии ограничено в каких-то случаях с оговорками, но применяются эффективно. Какие-то конотоксины предполагаются противоэпилептическими препаратами. Вы привели сейчас пример азимиопсина, это местный мышечный релаксант. Это то, что мы знаем, а что вообще на этом поле происходит в мире, вы все-таки ездите, вы читаете, вы знаете. Читаю и пишу. Читаете и пишете, да. Где мы находимся, где мы в смысле человечества в области применения в клинике этих уникальных соединений. За этот год просто прорыва, чтобы какой-то короткий токсический пептид, какой-то пепсид, условно-токсический, или принадлежащий к семейству нейротоксинов, и будучи не очень токсичным, стал лекарством, не могу пока такого сказать. Значит, до сих пор в клинике используется конотоксин омега-типа, блокирующий определенный по типу кальциевого канала. Но ему это может более 10 лет он используется, приалп, зеконатиды и так далее. То, что по поводу эпилепсии, пока тоже новых данных не появилось. Это конотоксин другого типа. Вот. Что могу сказать про конотоксины? Да, анальгетики. Анальгетики, значит, хорошая мишень, очевидная, альфа-9 рецептор, никотиновый альфа-9 рецептор, построенный или с альфа-9 субиниц, или еще с альфа-10. Уже достаточно давно нашли замечательный конотоксин эргодина, который со страстом буквально несколько наномолей ингибировал этот рецептор и уже шел клинический, предклинический, первая стадия клинических испытаний. И вдруг потом схватились, что замечательный страсток к крысиному рецептору, что он плохо работал, и когда уже в модельных опытах стали проверять на рецепторе человека, у него сродство в 100 раз хуже. То есть он уже как бы на этой стадии отпал. Но не до конца, потому что продолжая, скажем, американские макинтоши, один из корифеев этой области, я раньше, мы знакомы, даже вместе опубликовались, они недавно была статья в ПНАССе, по-моему, прошлый год, они поигрались с этим пептидом, сделали несколько модификаций в нем, и он стал практически с тем же сродством действовать на вот этот альфа-девятый рецептор. Человеческий. Да, человеческий. Там еще одна была история за этим, это была конкуренция, дискуссия американских и австралийских авторов. Американские авторы говорили, мишенью действия коннотоксина, эргадия, являются никотиновые альфа-девятые рецепторы, а австралийские авторы говорят, ничего подобного, его мишень это габа-Б рецепторы, метаботропные и так далее, и так далее. Но вот для этого нового соединения, которое Макентош сделал, которое повысило его сродство к рецептору человека, и он на прекрасной модели нейропатической боли показал, что действительно идет действие через альфа-девятый рецептор. Кстати, я сейчас некоторые наши соединения, я не буду называть их природой, это короткие пептиды, мы тоже проверяем на модели нейропатической боли, ну я надеюсь, что-то получится. Это будет предметом нашего следующего разговора. Если вы пригласите. Спасибо большое. Спасибо, Мария. Всего доброго. Спасибо.